Доброе утро, дорогие друзья! Наконец-то, наконец-то наступил этот день! Выходной! А выходной это значит, что можно экспериментировать на кухне и готовить различные блюда, которые неделю вы планировали сделать. По традиции, готовим мы Сергеем Колсовым, поэтому, Сергей, без лишних слов, во-первых, доброе утро! Привет, Кирилл! Привет! А во-вторых, у нас сегодня, я смотрю, набор продуктов, фарша, яйца, бекон, салат, чего только нет. Что будем готовить? Сегодня мы приготовим достаточно легкое и вкусное блюдо, это яйца по-шотландски. Сегодня завтрак имени Мэлла Гибсона. Друзья, без лишних слов, начинаем готовить! Доброе утро! Начинаем мы с чего, Сергей? По традиции им. Для начала нам нужно вскипятить воду, яйца будем варить не до полной готовности, вскипящую воду около 4 минут. Окей, ну что, пришло время готовить. Давай, пока у нас вскипает вода. Давай. Фарш я заранее приготовил. Что за фарш? Свинин, говядина. Свинин, говядина. Мы туда добавим бекона. Бекона, надо его порезать. Да. Но шострый, поэтому режь сам. Утро, которое начинается, да, с бекона, вообще нельзя сказать, что это плохой день будет. Если ваше утро началось с бекона, это значит, что день должен удастся на 100%. Ну, не может быть плохой день, если утро началось с бекона. Поехали, закладываем бекон во фарш. Солить и перчить надо традиционно по вкусу. Но мы любим немножко поострее посылания, поэтому мы добавляем побольше яйца. Вам пора в воду. Друзья, делаем лизон из двух оставшихся у нас яиц. Кто не помнит, лизон это тот же самый меланж. Четыре минуты из стеклея, а значит, яйца пришло время переложить в холодную воду. Пользуясь случаем, передаю привет маме. Самый опасный момент передачи, это когда мы греем, ну, что-то около трех литров масла в сотейничке. Нам нужно сделать оболочку нашему яйцу из фарша. Наши шотландские яйца почти готовы. Осталось только окунуть их в меланж, сделать с них панировку и обжарить в масле. Меланж, мука и японские сухари. Я думаю, что панка сухари легко можно заменить обычными панировочными сухарями, которые продаются в любом магазине. И будет примерно то же самое. Есть у нас в программе время, когда мы жарим. Перед этим моментом надо выпить кофе. Не успел я испугаться, мы их уже обжарили. Отправляем доводить до готовности в духовку минуток на 10. Наши яйца по-шотландски подошли к концу. Точнее, приготовление подошло к концу. Осталось украсить, потому что это одна из важнейших частей приготовления. Ну что, давай нарежем эти замечательные, замечательный завтрак имени Мелла Гибсона. Ну а чтобы образ был полным, дорогие друзья, добавьте к яйцам к шотландски немножко свежих овощей. Огурчик, помидорчик. Если у вас есть перчик, перчик добавьте. Мы решили обойтись без перца, поэтому у нас будут огурцы и помидоры. Наши яйца по-шотландски готовы. Так сказать, завтрак имени Мелла Гибсона мы приготовили. В середине, как вы видите, у нас остается еще даже жидкий желток. А мясо приготовилось. И это потрясающе. Осталось только попробовать. Приятного аппетита, Сергей. Приятного аппетита, Кирилл. Экспериментируйте на своей кухне. Готовьте что-то новое, что-то необычное для своих родных и близких. Ну, или смотрите нашу программу, и в ней мы точно будем для вас готовить именно те блюда, которые вы когда-то стеснялись приготовить, а теперь делайте легко. Всем доброе утро. Приятного аппетита, друзья. Всем легкого утра и доброго дня. Субтитры подогнал «Симон»!